всем привет дорогие друзья с вами снова александр мордынский смотрите что у меня есть у меня есть некий юми z или как он там называется от компании юми диджи которые переименовались чтобы избавиться от зашквара который их преследовал общем смартфончик выглядит вот так это такая дикая помесь самсунга дикая помесь ван пласа и дикая помесь конечно же apple iphone а куда же без него давайте сначала посмотрим в какой комплектации поставляется данный смартфон это на самом деле странное решение смотрите он поставляется вот такому железном гробу который значит сверху содержит поролон здесь у нас пленки здесь у нас всякие инструкции скрепочки приклеенные в коробку и то есть блок зарядного устройства это все до боли напоминает ван пласовскую подачу здесь юсб тайп си и вот такой вот здоровенный блок питания который выдает который что-то вообще как совсем по-детски выдает 5 вольт 8 вольт но всего лишь полтора ампера то есть 187 и 126 я не понял вообще чё к чему по поводу этой подачи с зарядником и вот эта штука она полностью вытаскивается то есть коробка полностью разборная опять-таки зачем вот это сделано тоже совершенно не понимаю какой-то огород здесь образуется и но коробка вот совершенно непонятная для меня ладно уберем ее в сторону давайте непосредственно перейдем к телефону это первый смартфон который построен на helio x 27 на 10 ядерном решении но helion в африке helio то есть как бы производительность остается неизменная уже достаточно таки долгое время на левой грани у нас располагается лоток для установки комбинированный лоток две nano sim карточки либо nano sim карточка и micro sd карточка лоток выполнен качественно в отличие от последних смартфонов которые мы смотрели и что я могу сказать по поводу вот этой вот фигни это какой-то одноглазый джо это у нас одноглазый джо будем его называть так непосредственно камера никакого оптического стабилизатора но оптика выглядит достаточно таки светосильной плюс она не сильно глубоко сидит в корпусе а эта часть это часть сейчас я вам покажу для чего она у нас служит собственно говоря светодиодная вспышка микрофон шумоподавления корпус из алюминия очень качественный достаточно таки тонкий смартфон юсб тайп си динамик микрофон кнопка включения блокировки сдвое накачали регулировки громкости ничего не звенит ничего не дребезжит сборка просто монолит отличнейшая но опять таки смотрите значит по корпусу чё вот это вот штука это прорезь то есть создается ощущение что крышка съемная но на самом деле я не знаю почему тенденция делать такую вещь вроде бы в руке сидит удобно но у тебя все время ощущения что крышка не закрыта то есть такое рефлекторное понятие и сенсорная панель сканер отпечатка пальца но я не могу им разблокировать экран без нажатия допустим кнопки включения то есть устройство вообще никак не реагирует ни на какие там нажатия не на какие трясения здесь больше никаких кнопок нет вынесено у нас все значит на виртуальную область фронтальная камера датчики приближенности отдаленности и динамик разговор в общем вот это все выполнено лаконично ну вылитый ванпласс согласитесь до вылитый ванпласс вылитый meizu все одинаково выглядит на верхней части 3 с половиной миллиметровый порт для подключения гарнитуры наушников и в общем то все собственно обещал вам показать что это за штука смотрите запускаем камеру открываем настройки что мы видим по настройкам правильно что бросается глаза обильное количество настроек то есть за раша то там то есть нулевая задержка 13 мегапикселей снимочки у нас значит можно делать и как бы интерфейс камеры занимает фактически всю рабочую поверхность плюс можно свернуть кнопки управления на экраны очень удобная штука на самом деле и собственно лазерный фокус это лазерный фокус я сначала думал что мне дали какой-то непонятный прототип в котором одна камера отсутствует но смотрите собственно говоря вот эта вот штука на заднем корпусе у нас это система лазерного автофокуса система лазера то есть я сначала думал что здесь у нас должна быть второй модуль камеры которые почему-то забыли вставить показалось мне что дали мне прототип но на самом деле оказалось очень просто это лазерный автофокус и работает он не по-детски быстро для смартфонов китайского класса подобного уровня что я могу сказать реально никаких претензий как бы в этой мощности у меня нет видео у нас снимает формате full hd 4k все в порядке никаких проблем как бы нет и лазерный фокус используется и при съемке видео сейчас мы запишем пример попозже чуть-чуть в общем что почему-то экран разблокировки у меня отсутствует почему-то экран разблокировки у меня отсутствует на устройстве хотя его предварительно отформатировал заново настроил рабочий стол обыкновенный google android launcher но смотрите значит на скорость отрисовки интерфейса у меня такое чувство что вообще как то она нифига не равна 60 кадрам в секунду да даже на 30 не тянет такое ощущение что вот 23 20 кадров как будто вы видите шлейф остается к этому у меня очень большая претензия ну собственно говоря многозадачность не занимает весь экран тоже большая претензия тоже смотрите вот этот вот что это это какая-то убогая кнопка выгрузки всех приложений которая занимает практически все место рабочего стола собственно кнопочки можно свернуть тогда у вас на экранное занимает уже все пространство но и простым жестом их достать это удобно на самом деле если вы смотрите кинчики если вы решили посерфить интернет ну и плюс можно кнопочка вот это вот все вернуть и открыть многозадачность в принципе можно как бы обходиться тем что эта кнопка возвращает вас домой но она не выгружает приложение она оставляет их работающими в фоне поэтому нужна кнопка назад всегда в андроиде потому что она будет выгружать в общем что по софту по софту я вижу к счастью не стоит никакого китайского убогого мусора здесь достаточно таки мало предустановленной гадости здесь из гадости конкретно google play movies которые вообще я не знаю никто им наверное никогда в жизни не пользовался в общем поехали не будем болтать android у нас конечно же шестерик и новый процессор helio x27 у которого три кластера то есть трех кластерный два мощных а 72 и два кластера по 4 ядра а 53 в общем видим 4 плюс 4 по полтора гигагерца и два ядра по 259 я давно таких высоких частот честно не видел собственно говоря мали 880 и вы видите что 10 ядер как бы умело отключаются умело сбрасываются в итоге остается активное только одно что я могу сказать очень круто потому что на том же ми пятом на том же galaxy note 7 ядра в основном практически всегда активны пять с половиной дюймов full hd собственно 4 гига оперативы и 32 гигабайта накопитель из которых доступно 24 на момент загрузки android 6 0 обновление от от января то есть все прекрасненько по поводу батареечки честно вот не знаю ничего и по поводу использования устройства тепленькая то есть устройство становится тепленьким даже несмотря на то что я его фактически никак не заюзаю никак не задрючиваю собственно говоря antutu давайте посмотрим что у нас говорит antutu по остальным характеристикам ну собственно 115 1636 попугайчиков это мы еще сейчас проверим 67 97 x mtk 67 97 по моему это где-то я уже видел 2014 году еще если я не ошибаюсь 13 мегапикселей камера но собственно это мы уже все прочитали 64 бита 10 ядры шакоп англес 3.1 никакого api вулкана я здесь не вижу и собственно с каких пор он стал определять местоположение nfc есть есть nfc но опять таки смотрите голимый датчик mtk модульный то есть это не точный датчик и здесь все в одном месте поэтому я не могу ему доверять давайте запустим тест посмотрим как поведет себя смартфончик в 3d и послушаем качество звучка максимальная громкость собственно звучок выглядит вот так это я говорю совершенно спокойным голосом принципе 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 я могу сказать что но звук слушабелен но конечно он не насыщен и вообще как бы претензий у меня к нему нет собственно дисплей не выцветает ни под какими углами не инвертируется то есть создается ощущение что у нас здесь и песочка производства sharp и самое главное что можно держать вот так и здесь ничего не нажмете что можно видеть ну 3d точно так же как на любом мтк точно так же как на любой мали идут у нас не могут они почему-то до конца оптимизировать чтобы не лагало ничего и давайте еще посмотрим один тестик подождем завершения что я могу сказать смартфон уже нагрелся смартфон уже нагрелся он уже достаточно таки теплый держать руку все еще комфортно но я думаю если играть полчаса то смартфон у вас перегреется раскалиться собственно вот так идет второй тест ждем завершения тестирования и так так и так и так antutu выдает 114 тысяч 228 попугайчиков говорит что это amazing рекорд поделитесь в ю тубе но я не вижу здесь ничего amazing устройство очень сильно нагрелось держать его уже совершенно некомфортно может быть здесь сейчас будет отображена температура то есть он говорит что это 40 градусов но на ощупь такое ощущение что как бы вот я держу очень горячую кружку с чаем которая вот-вот мы не опалит мои пальчики собственно выгрузим все из оператива но и видите что опять таки не поймешь что ли это интерфейс такой мерзко отрисованный то ли процессор троттлиться уже на меню ладно давайте следом у нас поедет 3d mark что могу сказать интересно еще по телефону только что присмотрелся к его вспышки и заметил что вспышка у него состоит из четырех светодиодов то есть это два разных тонна то есть двухтональная светодиодная вспышка из четырех светодиодов очень прикольно сделано на самом деле неприметно я не знаю будет ли какой-нибудь толку вообще от этого всего и что это сейчас было почему изображение вот так себя повело ну чёт как-то не тянет на флагманский процессор начала 2017 года собственно 3d mark мой любимый тест а есть шторм unlimited который блин любой смартфон должен проходить на ура и давайте посмотрим что у нас смартфончик выдаст по фпс чекам и загрузка быстро собственно говоря фпс чеки фпс чеками 50 40 60 держится на уровне 50 как бы я не понял вообще прикола в чем смысл заявлять что это типа самый мощный процессор от mtk на сегодняшний день хотя такие просадки по фреймрейту и как бы полтинник в тесте которому уже на минуточку 3-4 года стукнул 4 года уже стукнуло на конкретно вот этому тесту 50 фпс ну как бы 50 фпс у меня и galaxy note 3 набирал без каких-либо проблем собственно ладно производительность вроде бы хорошая но устройство греется то есть держать его в руке совершенно не представляется комфортным потому что ну как бы реально чувствуешь что горячо корпус металл поэтому тепло рассеивает очень хорошо ждем завершения хотя бы радует то что фреймрейт стабильный то есть он хотя бы не скачет там от 10 до 100 и все прекрасненько но еще по сравнению с другими китайскими смартфонами например тесты и выводимое приложение занимает полную поверхность экрана допустим я вот сейчас выведу кнопки на экран и сверну их изображение на долю секунды обрезается и после занимает уже всю площадь доступную свободных пикселей например на сяоми ми микси я такого не припомню чтобы интерфейс занимал например всю площадь и на других телефонах тоже на ванпласе там например собственно тестирование у нас завершилось и 3d mark выдает нам amazing опять таки 17573 попугайчиков все прекрасно если бы не одно но смартфон реально раскаленный то есть блин руки по привычке тянутся нажать не ту кнопочку смартфон реально раскаленный держать его уже просто фактически невозможно и вот реально у меня аж пальцы покраснели он реально горяченный был бы у меня пирометр я думаю пирометр бы офигел собственно что еще сказать очень приятное стекло два с половиной д и как бы какое нарекание у меня к собственно корпусу телефона как бы пять с половиной дюймов но смотрите что сверху что снизу рамки просто огроменные у самсунга например в таком же размере корпуса уже давным давно уже четыре года производится модель 5 и 7 дюймов здесь же мы видим ну достаточно таки крупные рамки по бокам ну про рамки сверху я вообще молчу реально они огроменные собственно поехали дальше что у нас здесь еще остается cpu z посмотрели antutu посмотрели 3d mark посмотрели давайте geekbench прогоним geekbench посмотрим что у нас говорит что полтора гигагерца ну и собственно юми z это как фильм был помните с брэдом питом про зомби война миров z или что такое собственно я его сейчас положу и подожду завершения потому что ну реально держать абсолютно не комфортно то есть это еще хуже чем ван классы то есть о размере корпусов я имею ввиду тот же опять таки свой galaxy note 7 который находится в чехле и по размеру он сопоставим а по дисплею смотрите значит какой у нас получается разбег то есть 5 и 7 против 5 и вот так поставим их на один уровень такая вот 6 собственно samsung делает уже давным-давно самую годноту в мире до которой остальным еще ползти и ползти и так geekbench выдает нам опять-таки какие-то совершенно неадекватные результаты 1777 попугайчиков по многоядерной и 3891 точнее наоборот по одноядерной по многоядерной смотрите значит результаты фактически в топе но вот вообще чет по многоядерности 10 ядер даже близко не приближаются к самсунговскому exynos и кое-как дотягивают до 4 ядерного 820 снэп дрэгона который уже начало прошлого года но то есть сравнимо производительность со смартфонами samsung двух годовалой давности у нового флагманского mtk а вот по одноядерной производительности все на высоте но фактически точно такие же результаты как и в любых других смартфонах собственно по кнопочке но вот кнопочка если был у нее механический ход я бы еще понял если бы она хоть какую-то пользу еще несла кроме как зажатие многозадачности сканера отпечатка пальцев я бы еще понял но вот то что она просто сенсорная панель которая снизу болтается точно так же как нет даже в он классе функционал намного шире в этой кнопки в общем есть фонарик есть фонарик можно им даже посвятить вспышка реально очень едкая глаза у меня аж офигели есть значит этот самый fm радио есть предустановленные игрушки галереи какие-то даже там фоточки инсайдерские а это у нас филипп знакомьтесь это чувак который в том топе снимает обзор на телефончике хай филипп я знаю что ты будешь смотреть это видео в общем по интерфейсу по вот этим всем штукам какие-то непонятки присутствуют и давайте наконец-то уже real racing поедем посмотрим что я могу сказать здесь та же самая фигня то есть здесь та же самая фигня касательно вот этих кнопок я могу их вывести могу же вот а могу и спрятать и все будет прекрасненько у меня на полном рабочем столе отображаться собственно давайте звучок послушаем господи что это слушайте я не хочу больше этого слышать в общем по смартфонам юми что я могу сказать у них как обычно какие-то проблемы вечно телефонный год спустя умирают например то есть я знакомым своим покупал и в итоге но их никто ремонтировать даже не берется поэтому юми если вы смотрите то давайте там ковыряйте уже в самом деле но зато обилие прошивок присутствует то есть можно и миюай накатить и флайм накатить так по графу не все прекрасно максимальные настройки собственно говоря максимальные настройки графики присутствуют сглаживание присутствует но сглаживание неполное я вижу квадратики и но игра идет очень хорошо то есть игра идет более чем достойно давайте в пыль заедем на пыли конечно проседание фрейм рейта присутствует и какие-то микро фрезы микро подлагивания тоже происходят не понимаю почему давайте еще раз звук прибавим я бы еще понял если бы это был ранний прототип но это как бы финальный сэмпл то есть он должен работать прекрасно а чего у него со звуком не понял в общем игра идет хорошо так давайте значит к звуку вернемся давайте вот это все выгрузим и к звуку ну дадим телефону еще один шанс сейчас откроем просто музыкальные эти самые мелодии какие-нибудь sound and notifications notification господи а почему здесь проблем нет странная на самом деле ситуация видимо связано с нагрузкой процессора связано с нагрузкой видео ускорителя у нас начинается жопа творится в общем что сейчас давайте тогда ладно не буду я давать второго шанса камере давайте я просто вот сделаю пару снимков на автонастройках у с автофокусом то здесь вообще беда почему-то задержка происходит включение тестирования основной видеокамеры устройства где автофокус и зачем мне лазерный автофокус который работает только по тапу смотрите значит раз и вот я не фокусируется автоматом как бы абсолютно не понимаю в чем прикол экспозамерта производится автоматом а вот фокусировка автоматом уже не производится но тем не менее происходящее на дисплее выглядит более менее достойно выглядит более менее адекватно то есть макро на макро фокусируется очень близко это очень большой плюс смотрите сразу какая бакешечка образуется то есть все более чем адекватно она только включилась что ли я нажал еще 2 секунды назад кнопку трестирование фронтальной камеры то есть видно что как бы экспозамер производится очень хорошо вижу я что full hd и наконец-то не 4 к 3 плюс вроде бы как отрисовка life там происходит life view происходит очень хорошо собственно четкость но вы видите вот эти мерцания это из-за того что футболка имеет сложную текстуру это с любой видеокамерой такое произойдет в остальном вот так сейчас сделаем да в остальном как бы никаких претензий вообще нет ну и в общем то был вот такой вот у нас интересный достаточно таки спорный аппарат в котором присутствуют все так глюки и ну как бы компания юми не спешит от них никогда избавляться в общем что понравилось лазерный автофокус есть фото хорошо очень работает отрабатывает просто отлично микрофон шума дава очень понравился корпус то есть корпус достаточно таки тонкие скругления вот эти все но все адекватно сделает сделано адекватно выглядит юсб тайп си конечно же лайк вне очереди с меня всегда что не понравилось вот этот вот одноглазый джо который непонятно вообще впечатление создает того что просто вас вторую камеру выпилили изолентой заклеили изначально я ждал от этого смартфона две камеры когда первый раз увидел его на рендерах и это меня отпугнуло бы как покупателя потому что две камеры на китайском смартфоне это голимый ужас никогда не покупайте китайские телефоны с двумя камерами может быть в huawei там еще все хорошо собственно едем дальше неплохой дисплейчик детализация шрифтов хорошая цветопередача хорошая под любыми углами отсвечивает вообще нормально сканер вот этот вот непонятным немного функциональный и понравилось скрытие виртуальных клавиш то есть полностью интерфейс под это адаптирован никаких проблем плюс конечно же присутствуют обновления по воздуху но наличие 10 ядер как обычно очень сомнительно наличие 10 ядер абсолютно сомнительно не оправданная это бесполезная трата развития ресурсов и собственно все о данном смартфоне мне больше рассказать нечего создал он у меня смешанные впечатления казалось бы корпус начинка оберточка должны быть сказочкой но как обычно мы получаем какую-то какашечку завернутую в красивую упаковочку в остальном ну что еще можно сказать компания юми пытается уйти от зашкварности своего прошлого вот так выглядит задняя коробка и что хотелось бы показать то есть многие писали что юми переименовать переименуют все телефоны в юми диджи они смотрите что сделали они просто переименовали свой сайт юми диджи юми диджи визит юми диджи а сама компания то осталось юми плюс она расположена еще оказывается в гонконге в общем то что 4g может я что-то здесь упустил заявляют нам фронталку на 13 мегапикселей и батарейку 3780 но батарейка садится достаточно таки быстро сомневаюсь я в ее адекватности чё к чему юми диджи юми если вы где-то обосрались смысл переименовываться смысл гаситься выходите отвечаете перед пацанами за косяки в общем смартфону оценку ставьте сами вот такой вот телефон был на обзоре всем удачи всем пока ставьте лайки пишите комментарии не забывайте про группу инстаграм второй канал